Девушки отдыхают 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 Итак, мы прокачали наш доспех До 10 уровня И давайте еще усилим Оружие, которое тоже нам Достаточно часто пригождалось Это большая дубина Но, к сожалению, нам не хватает Обломков титанита Ну да ладно Тогда остатки все-таки потратим На заталлы Допустим на Ноги Защитим наши ноги Чтоб нам их не оторвало Гуляем на все бабки Также немножко защитим руки Ну и немножко голову Хотя это не так важно В игре Dark Souls И, кстати, что у нас Случшением фляги Сестуса И, да, я могу ее немного улучшить И после того, как мы Победили возлюбленную герцога Мы получили ключ Немножко подтянем нашу стойкость Я не помню уже, как он называется Но давайте вернемся В бухту Брайтстоун И, чтобы совместить Приятное с полезным А точнее, приятное с болезненным Давайте сожгем уголь вражды Как мы это уже однажды делали Точнее, не однажды Даже, а дважды Чтобы получить очередную Дополнительную великую душу И, конечно же Здесь нам еще может понадобиться Фагел И, так как мы перевели Эту локацию на NG+, Здесь также появились И красные пауки Пауки-фантомы Паривающий кинжал Так, а и Должно выйти Нам лучше здесь пробежать Как можно быстрее К сожалению, очень далеко находится Костер от босса И к нам вторгается Темный дух Лучник Гудри Ну, мы его уже убивали Поэтому, думаю, не стоит Заморачиваться на нем Ничего нового Он нам все равно не даст Раз, чтоб Больше душ Я вообще не стоит здесь Ни на ком заморачиваться Бежать вперед К сожалению Здесь нас также еще ждет Этот чертов красный фантом Ведь я же его открыл Прогнав Кабана Сквозь Огонь и пламя И Какого черта Здесь появляется еще один фантом Или этот фантом здесь был Этот парень С киркой не такой страшный А тот, похоже, просто забил Пойду и лучше покурю Здесь можно кого-то призвать И это Охотница за людьми Охара Найф не нужна На НГ плюс тем более От нее будет больше вреда, чем толку Душа героя Да, все Предметы восстановились Кусточка возвращения И Дверь Которую мы ранее не могли открыть Ключ от Брайтстол Вот так этот ключ назывался Не помню, читал я его или нет Ну, давайте прочитаем На всякий случай Ключ от пещеры Целдоры Эксцентричный лорд Целдора Известный своей любовью к паукам Построил город И нажил богатство Добывая Пламенный камень Но однажды На город напали пауки А лорд Целдора Лишь стоял Наблюдая за резней С жутким удовлетворением И здесь у нас сходится Просто сундук С какой-то судя по всему Могилкой Тут у нас двуручный меч Черного рыцаря Большой огненный шар И огненное семя Великий двуручный меч Одного из рыцарей Давным-давно служивших Владыке света Плоть тех рыцарей Сожжена пламенем Но они по-прежнему сильны И стоят дозором Охраняя свой мир От незваных гостей Да, те самые рыцари Гвина Держали эти мечи И большой огненный шар Самая мощная версия огненного шара Поражает врагов Огромным сгустком пламени Великое желанное пламя Несмотря на то, что оно В пепел превращает плоть Надо уже выложить часть предметов Иначе я уже начинаю запутываться Ну что вы тут столпились? И хочется и колиться Понимаем И после того, как мы перевели эту локацию На New Game Plus Мы можем В очередной раз убить Любовницу герцога Ну, любовницу это, конечно, сильно сказано Но Любимую паучиху Факел у нас еще на целый час 17 минут Поэтому можно сжечь Чего еще очень долго Оу Да, гравитация Dark Souls 2 Дает жару И сейчас я чувствую Буду еще и Наказан Полыми крестьянами Это, конечно, будет Фейл Ну что поделать Нет Я отбился И я получаю целый обломок Титанита Это не может не радовать Тут ничего интересного Произвать мы, опять же На этот бой Никого не будем Ну, можно собрать Те предметы Которые мы уже собирали Пауков Потрогать не будем Пусть живут К сожалению У меня прокачка Не настолько хороша Для НГ плюс Какой же Dark Souls медленный Я просто реально уже Отвык от него Окей, Фрея Фрея на самом деле Простой бус Особенно С факелом Главное не убирать факел Не сложное Но муторное Из-за того, что В ее башку Очень сложно попасть Полетела Надо меня плевать Это японский бог Давай Сделай что-нибудь Противное Не очень противное Достаточно Чтоб Умазать тебе По голове И еще разок Повтори А то я не расслышал Вот, два раза было лишним Пожарничал И тут же получил Под задницей Один хит Но уму И еще разок Не успеет Еще и застрял Охол Охол Да и Давай Блин, как же тут все медленно-то. Эх, раз, и еще раз, и еще много-много раз. Немножко получили по голове. Я понял. Эх. Не попал. Бамс. Голова с плеч. Вторая еще на месте. Ну, сейчас мы и вторую подправим. Да, босс несложный, если набраться чуточку терпения. И помимо души Фрея, мы также получаем душу бледного дракона. Душа старого бледного дракона. Эта некогда великая душа все еще оказывает влияние на землю вокруг, несмотря на то, что за минувшие века от нее сохранились лишь жалкие останки. Использовав ее, можно получить множество душ или создавать невероятно ценный предмет. Как вы могли догадаться, это, конечно же, практически истлевшая душа сита. А это, как вы могли догадаться... Блин, чертов пиосант. И еще раз повторю. А это, как вы могли догадаться, бессмертный дракон из древней эры. И, судя по всему, его здесь откопали. Видать, копали-копали. И откопали этого огромного дракона. И сюда мы еще, кстати, вернемся. Давайте еще раз на всякий случай убьем Целдору. Получим кварцевое кольцо тьмы и плюс один. И вернемся в Маджулу. Теперь у нас целых 86 тысяч душ. И давайте их быстренько потратим. Купим немножко выносливости и жизни. Нам немножко не хватило. Всего лишь парочку тысяч. На всякий случай заживем еще одну. Так, стопе. Что меня так все манит к этому костру? Ну, в принципе, ничего удивительного. Я же полый. Но полы всегда манит костру. Нет, давайте еще одну жизнь возьмем. Что-то как-то для НГ плюс жизни у меня явно маловато. И давайте уже закончим одно дельце. Переместимся в темные руины. Да, костры, конечно, в Dark Souls 2 стоят не очень близко к нужным нам листам. Надеюсь, нам не... Да, хотел сказать, надеюсь, нам не помешают. Ну, нам, конечно же, помешают. Да, мы не понимаем Тарка. Нам нужно кольцо шепота. И за то, что мы убиваем... Фрею. Он нам дает жало Черного Скорпиона и Второе Кольцо Дракона. И больше нам ничего интересного не говорит. Второе Кольцо Дракона. Кольцо с печатью дракона. Дарует своему хозяину защиту драконов. Увеличивает здоровье, выносливость и максимальную нагрузку, но легко ломается. Ролман Трицарь Дранглика вечно служил королю, защищая крепость до самой своей смерти. Считалось, что он бережно хранил это кольцо в течение всего срока службы. Да, я думаю, что оно будет неплохой заменой кольцу солдат-короля. И да, по поводу души Бледного Дракона и других Великих Душ, которые мы некогда добывали в первом Dark Souls. Здесь они также присутствуют. Они выпадают из четырех Великих, которых нам нужно убить, чтобы пройти к замку Дранглик. Но на самом деле нам не обязательно убивать именно четырех Великих, чтобы пройти к замку Дранглик. До этого нужно было всего в сумме, если мне не изменяет память, в памяти душ набрать один миллион. Хотя я могу ошибаться, может быть и больше. Это говорит о том, что для того, чтобы быть достойным, не обязательно обладать великими душами. Достаточно обладать большим количеством душ. Ведь Великие Души это не более чем концентрация огромного количества более слабых душ. Ведь как и обычные души, мы их также можем использовать и получить определенное количество душ. Но этого делать, конечно же, не стоит, потому что за Великие Души можно также получить уникальное оружие. И почитать из него лор. И давайте следующее, что мы сделаем, это вернемся в Забытую Крепость. К нашему более продвинутому кузнецу, чем Ленинград. У которого можно в неограниченном количестве купить больших осколков Титанита. Но, к сожалению, нам не хватает душ, но ничего страшного. У нас есть еще несколько в загашнике. Я думаю, 25 тысяч нам хватит, чтобы купить 10 кусков. Да, я забыл, что для апгрейда нам тоже души нужны. Давайте усилим теперь нашу броню, насколько это возможно. Обломок Титанита пока что тратить не будем. Единственное, что для шлема нам необходима обычный осколк Титанита. Который МакДав, к сожалению, не продает. Но их продает дочь Ленинграда. Поэтому нам нужно опять вернуться в Маджу. Итак, Лоин. Нам нужно один кусочек. Да, я пытаюсь интенсивно прогрейдиться, потому что я сейчас иду бить еще одного босса на НГ+. И мне не хотелось бы выступать против этого босса совсем Галадранца. Хотя прокачка доспеха мне особо, возможно, не поможет. Окей, ладно. Хватит уже тянуть время. Сегодня у нас будет такая серия вообще возвращения в Dark Souls. Я вспоминаю механику этой игры. Вспоминаю вообще, как в нее играть. И заодно подтягиваю хвосты, то, что я еще не выполнил. Итак, нам опять нужно сжечь уголь вражды. И... Забытая грешница. Точнее, я бы сказал, все-таки это забытый грешник. Все указывает на это. Самый, наверное, неприятный босс в НГ+. Из всех остальных боссов, которые дают великие души. Давайте убьем этих парня, чтобы они тут... Ненужный момент, вылупились. Ууу! Да, на НГ+, она становится попрочнее немножко. На самом деле, первый НГ, то есть который НГ плюс один, он дает самый высокий прирост к силе и атаке противников. Дальнейшие все НГ, НГ плюс 2, НГ плюс 3 и так далее дают уже не столь значительный прирост, как первый. Поэтому, по идее, на данном этапе я должен быть более подкачанным, чем являюсь сейчас, но... Ну и хрен с ним. Я думаю, мы и так прорвемся. Нет, со что нужно убрать всякую лишнюю хрень. И здесь, как говорится, run, Forrest, run. И, как говорится, и не останавливайся. Дверь мы уже открыли. Слава богу, в НГ плюс двери не закрывают. И преследователи от меня должны отстать. И, как вы можете видеть, здесь на НГ плюс появляются новые противники. Тюремчики. Ну, забраться с ними каких-то проблем, по идее, не стоит. Они еще те тормоза. Пытаются показать, что они пироманты. Делают только хуже для себя. И давайте все-таки зажгем немножко свет. Не особо нам это поможет, но все же. Я только не помню, если я уже единожды зажег свет в камере. Возможно, мне повторно его и нет смысла уже зажигать. Но это я уже точно не помню. Там где-то лежал труп. Чистый самоцвет жизни. И окей. Доставку пропускаем. И два. Раз, два. Уносим. На два удара. Раз, два. В принципе, все бы ничего. Грешница не настолько сложна, как и была в обычной игре, если бы не одно но. Как только мы снимем ей половину жизни, появятся два засранца, которые испортят всю малину. Потом нужно подготовиться к этому моменту. Быть с полной строкой жизни. Оу, пробили. И вот. Даже не половина жизни, а меньше. Нужно как можно быстрее убить этих чертовых пиромантов. Потому что с ними убивать грешницу это полная попоболь. Хватает, да, два удара. Если бы еще этот чертов грешник не мешал. Как же долго тут пьется эстус. Постучим головой об лестницу и попробуем еще раз. Ладно, второй раз зажигать я эту хрень уже не буду. Попробую без нее. Хотя, как можно видеть, здесь и так уже светло. Душеньки мои. Выпить бутылку-то. Все, никак не могу привыкнуть, что здесь он бьет немножко не так, как надо. Теперь нужно приготовиться. Ну да, они очень прикольно вывезли, конечно. Дай мне убить этих. Так, удачно. Ну и все, теперь уже, как говорится, дело техники. Главное не запороть теперь эту технику. Всякий случай, воспомним жизнь. Как же? Да. А. А. Ну давай, финальный рывок. И мы получаем душу забытой грешницы и душу старой ведьмы. Душу старой грешницы мы, конечно, уже читали. Ну и душа старой ведьмы, это, конечно же, душа ведьмы из Изолита. В описании ее души не особо что-то новое есть. Душа старой ведьмы, душа неописуемого. Это некогда великая душа. То есть теперь она, по сути, уже не столь великая, так как она спустя много веков угасает. Это еще раз говорит о том, что те великие души уже не столь великие, как души, которые находятся в мире Дранглейка. Ну не в мире Дранглейка, а во времена эпохи королевства Дранглейк. То есть они как бы еще есть, но они не являются ключевыми. Почему именно их запихали в тех же самых боссов, которые являются обладателями великих душ в этом цикле, я не могу сказать. Это решение разработчиков, возможно это некий фан-сервис. Типа что вот, пожалуйста, НГ плюс должно как-то вознаграждаться. Пусть она будет вознаграждаться тем, что душа тех старых великих, души тех старых великих все еще живы и даже пройдя сквозь тысячи лет они все еще не совсем угасли и все еще имеют некую свою силу и каким каким-то образом влияют на характер персонажей. Да, и душа ведьмы изолита действительно в какой-то мере влияет допустим на характер грешника, так как это скорее всего этот грешник является эйгелом, по-моему так его звали пиромантом старого железного короля, который экспериментировал с пламенем и оживлял металл металлических монстров. Именно он скорее всего оживил того самого монстра из плавильни, который убил железного короля впоследствии. И скорее всего именно из-за него железная цитадель погрузилась в плаву и после этого он и был посажен в темницу за свои грехи. И так, у нас опять 100 тысяч душ. И давайте опять немножко прокачаем нашу жизнь, нашу стойкость и для ровного счета прокачаем нашу физическую мощь. И что же теперь? И теперь нам предстоит путешествие в замок Дранглейк, который даже отсюда можно увидеть. вот этот вот возвышающийся шпиль. Это и есть этот замок. Но перед этим давайте немножко пообщаемся с кошечкой, которая постоянно запирает дверь. А она тут сидит как ни в чем не вала. И что самое интересное, после того как мы убили всех четырех великих обладателей душ, она нам начинает рассказывать много чего интересного в плане лора. Ну, ты взрослый немного, не ты? Твоя сила лучшее, чем это было. Почему не тратить в кастле и встретить к Руне? Лучше он smelled просто как ты. Но не так много, но он довольно рано. Ну, великий король, это, конечно же, Вендрик. Он пах так же, как и мы, потому что он так же убил четырех великих. Я обладал такой же мощью великих душ, как и я, но теперь с ним что-то произошло. И она говорит не про забытую грешницу, а, скорее всего, про забытого грешника. В котором мы нашли угасающую душу ведьмы Изолита, которая пыталась возжечь первородное пламя. За что тоже очень жестко поплатилось. Почему люди пытаются так трудно быть красивыми? Мы кота-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Это напоминает меня от кого-то, кто давно живет. Один благородный лето, кто встал себя в пламени. Сейчас он Икарис-Эрт, если я не ошибаюсь. Сейчас Шелкуар рассказал нам сразу о нескольких персонажах, которые тем или иным образом связаны друг с другом. Та, что хотела стать красивой, это, скорее всего, королева Мита. Она так была одержима своей красотой и погубила очень большое количество людей. Дальше она говорит о самом Старом Железном Короле и его огромном Эго. И чтобы его как-то показать, он построил огромный замок из железа. А также при помощи Тайных Знаний и Переманта Эйгела он пытался даже оживлять сам металл. Но впоследствии это все тоже привело к печальным последствиям. А также она говорит о тщеславном лжеце, который покончил с собой, бросившись в огонь. И здесь она, конечно же, имеет в виду самого Гвина. Именно он покончил с собой, чтобы при помощи своей великой души возжечь первородное пламя. И тем самым продлить Эру Огня. Именно его угасающую душу мы и находим на НГ+, внутри Железного Короля. Здесь, в принципе, все очевидно. Она рассказывает про Гниющего из помойки. Многие спекулируют, что Гниющий это и есть сам Фарос. Но какого-либо прямого доказательства этому нет. Кроме как того, что из его отрубленной руки выпадает камень Фароса. И то, что он пытается собрать статуэтку. Многие также считают, что Фарос жил и умер в последние годы, защищая крыс от нападков людей. В локации двери Фароса там же мы можем найти огромный человеческий скелет, который, возможно, и принадлежит самому Фаросу. Фароса. Про увлечение, которое вышло из-под контроля, это, скорее всего, о лорде Целдора, который увлекался пауками, но потом эти же пауки погубили всех жителей бухты Брайтстоун. А так как герцог Целдора обожал пауков, то он не предпринял ничего, чтобы защитить свой народ. Ну а давно живший на этих землях предатель, это, конечно же, бледный дракон Сит. Он желал то, чего не имел, а именно бессмертие, которым обладали все его собратья. Вследствие чего он решил предать свой род и рассказал, как можно убить пресносущего дракона. А именно то, что их чешую можно пробить молниями. После победы над драконами, Дгвин щедро вознаградил Сита, после чего он начал усердно искать, каким образом он может стать бессмертным. Что впоследствии его окончательно свело с ума. В общем, из всего этого можно понять, что обладатели великих душ в королевстве Дранглейк содержат в себе угасающие души из королевства Лордран не просто так. У великих в Дранглике и великих из Лордрана есть общие характерные черты. Души пироманта Эйгела и ведьмы Изолита объединяет грех. Души железного короля Игвина объединяет тщеславие. Души герцога Целдоры и дракона Сита объединяет предательство. Ну а души гниющего и Нита объединяет, наверное, то, что о них в ДС-1 и ДС-2 очень мало лора. Ну а если подумать, то, возможно, их объединяет попечительство. Нита был первым, кто познал смерть. Он следил за покоем всех мертвых. Гниющий же в своей помойке следит за всем, что попадает к нему на помойку. И если у вас есть какие-то свои предположения насчет гниющего и Нита, то обязательно пишите об этом в комментариях. Мы обязательно обсудим ваши предположения. А нам пора отправляться в замок Дранглейк.